Осознанность. Осознанность – такое модное слово, да, которое многие, наверняка, из вас слышали, но не все его правильно понимают. Осознанность – это когда ты учишься контролировать свои эмоции и чувства, и ты как раз-таки не впадаешь в панику, да, а ты можешь понять, что это за ситуация и как ее разрешить. То есть ты осознаешь свои действия здесь и сейчас. Ты выключаешь автоматизм, и ты понимаешь, что ты делаешь и зачем. Осознанность, она помогает бросить курить. Когда ты полез рукой за пачкой сигаретами, и ты поймал себя, ага, это автоматизм, и руку вытащил, да. Когда ты осознаешь, когда звонил телефон, автоматизм, когда звонил телефон, ты поднимаешь трубку, это автоматизм. Когда ты осознаешь, что да, телефон звонит, но я сейчас занята, я потом перезвоню. Ну, если, конечно, у вас нет человека, у которого вы срочно ждете звонка, это уже отдельная история, да. Вот осознанность, она очень сильно мне помогла в жизни. Это осознанность, как раз осознанность начинает, появляется, как бы это объяснить. Вы начинаете управлять своей жизнью, своим здоровьем, начиная именно с осознанностью. Потому что, когда вы не выполняете тупо советы врачей, а вы начинаете разбираться, осознавать, а зачем это, а как это, задавать вопросы, интересоваться, понять, как это устроено. Да, таких людей врачи не любят, но мне это часто, как бы, очень сильно помогало, да. Вот желание вот разобраться, вникнуть, да, осознать, что это, как, почему, что с этим делать. Вот это осознанность. Развивается она очень просто. Есть несложные упражнения, то есть начинается с того, что, когда вы едете в маршрутке, когда вы еще где-то находитесь одни, да, стоите в очереди и так далее, вы просто встаньте и переключитесь в ощущения. Понаблюдайте вокруг, какие звуки вы слышите. Звук шрушащих листьев, вот вообще разные. Вот у нас окружает постоянно гамма, огромная гамма звука. Вот постарайтесь прослужить каждый звук. Голоса там, шум машин, все-все-все-все-все слухи. Постарайтесь услышать все, что происходит вокруг. Потом сконцентрироваться на своих телесных ощущениях. Ощутите свое тело, где есть напряжение, где есть расслабленность. А как ветер обдувает ваше лицо, как пакет, который вы держите в руке в очереди, да, жмет на ваши пальцы. Прочувствуйте полностью свое тело. И дальше включите визуальное наблюдение. Посмотрите вокруг, посмотрите, какое красивое небо над вами, если вы на улице. Какие деревья. Мы очень часто не замечаем этих красивых, замечательных вещей. Вот когда вы откройте глаза и начнете это все рассматривать по-новому, рассматривать узоры на листьях и прочие-прочие такие вещи, рассматривать детали, вы постепенно начнете в себе развивать осознанность. Вы научитесь управлять своим телом, ощущать свое тело и понимать реакцию. Это очень мне помогает, ну, примерно как вот интуиция, да, когда я с кем-то общаюсь, у меня вдруг возникает неприятное какое-то ощущение внутреннее. Я начинаю думать, так-так-так, а что это? Я уже начинаю смотреть, анализировать, что говорит этот человек, смотреть на его невербалику, понимая, что меня сейчас просто врут. Ваши физические ощущения, они могут подсказывать вам очень важные вещи в вашей жизни. Надо научиться к себе прислушиваться и осознавать себя в моменте здесь и сейчас, и включать голову и понимать, что происходит. Уйти от автоматизма. Потому что вот многие, кто как раз-таки не ведут активный образ жизни, он просто живет на автоматизме. Мы автоматом покупаем одни и те же продукты, мы автоматом готовим одни и те же вещи, потому что мы уже привыкли это делать. Мы едим одни и те же вещи, потому что мы привыкли это делать. Выключите автоматизм, включите осознанность, включите свою голову. Начните думать по-другому, не так, как вы привыкли.